Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что гораздо честнее было бы вам обратить свое внимание на собственную боль и обеду, которую вы, вероятно, чувствуете, которой вы чувствуете. И ощущаете собственное разочарование и собственный страх перед будущим возможным, возможно, перед, ну, вот, контекстом того, что вам предстоит и как вам предстоит жить дальше. Вот, в контексте, ну, того, что человек, например, не справится, да, вот, и в контексте того, что человек, по всей видимости, вашим ожиданиям не соответствует. Соответственно, я думаю, что лучшее, что вы можете сделать для себя, это как раз-таки обратить внимание на свои собственные чувства и... постараться разобраться в себе, а не... Собственно, пытаться понять другого человека, ну, вот, который, который, вероятнее всего, не понимает сам себя до конца. Как мне кажется, один из больных моментов вашей истории, вы пишете, что... Вот, вы надеялись, что он будет что-то исправлять. Ну, понимаете, здесь... С одной стороны, перекладывание ответственности, потому что отношения устраивают два. Человек... Человек... с другой стороны, вы, как будто бы... ... спорите с собой, ведь вы выбрали уйти от него, Но вы выбрали расстаться с ним и выбрав расстаться с ним, вы получается в глубине души ждали, что-то изменится. Тут не мешало бы, конечно, уточнить, чем продиктованы ваши ожидания и не было ли элемента манипуляции в вашем действии, когда вы уходили от человека. Но то, что вы ждете от мужчины перемен и соответственно разочаровываетесь в нем, с учетом вашей истории говорит о том, что возможно, вы не слишком-то прикручиваетесь к себе, возможно, возможно, хотя тут есть свои нюансы, и, может быть, чего-то я не знаю, чего-то я не понимаю. Вот. Вот спросите себя сейчас, когда вы пытаетесь понять мужчину, но не себя, ага, из какого чувства вы это делаете? Когда вы рассказываете про третьих лиц, которые, в свою очередь, вам что-то рассказывают про него, из какого чувства вы это делаете, то, как мне кажется, очень важный момент, потому что очень важно осознавать, что вы решаете некоторую свою проблему, что вы, ну, пытаетесь решить свою трудность определенную. Вот. А вместо этого на передний плейер наставляете именно момент в тем, чтобы понять, во всем человеку живут. Нужно отдельно, наверное, рассказать, что нужно отдельно, во лжи нет как такового смысла вообще. То есть люди лгут, когда лгут не ради каких-то смыслов. Люди лгут просто, потому что это их способ справляться с проблемами. Вы говорите, что когда плохо пытаются наладить, а то вы судите по себе, но я бы сказал, что и вы не то, что бы пытаетесь наладить, ведь вам плохо, плохо. Пытаетесь вы наладить? Нет? То есть, ну, как бы вместо того, чтобы обращать внимание на, к примеру, себя, на, к примеру, свою жизнь. Вот. Вместо этого вы что делаете? Пытаетесь понять другого человека. То есть вы тоже не сказали, что бы занимались тем, что исправляли что-то, вот. Хотя, вам тяжело, вот, и вам, ну, как бы больно от того, что происходит, да, вот. Но ощущение, что вы, вот, делаете что-то для себя, да, у меня нет. Такого ощущения у меня нет. Ну, вот. Поэтому здесь вы, вот, к сожалению, я бы сказал, себе противоречить, вот, и судите, к сожалению, опять-вот, по себе. То есть, ну, то есть, как бы, как бы, у вас один взгляд, у вас одна позиция, да, а у мужчины, может быть, вполне у меня себе другая позиция, другая точка зрения. Ну, вот. И это, как, мне кажется, абсолютно нормально. Ну, вот. Так что, я бы рекомендовал вам обратить внимание на то, что, судя по тому, что вы описываете, вы не можете, как мне кажется, до сих пор человека отпустить. Вот. Вы не можете его отпустить. Вы продолжаете надеяться на то, что еще с ним что-то возможно построить. Вероятно, вам придется страх, что вы не справитесь, как я уже говорил. Может быть, что-то еще. Может быть. Я не знаю. Нет. Но правда заключается, на мой взгляд, именно в этом. И обращать внимание вам именно на это. Вот. Вот. Например, на то, как вы оказались в отношениях с таким человеком, и забеременеет его. Да. Например, как получилось так, что вроде бы вы ушли от него. Ну, в смысле, вроде бы вы расстались. Вот. Но продолжаете такое ощущение, да? Да. Как будто, вот, продолжаете интересоваться его жизнью. Как будто бы. Вот. Понимаете? Какая штука. Вот. То есть, вот как-то эти, эти моменты, да? Как-то эти моменты. они, вот, влияют, как мне кажется, на вас. Вот. Вот. И, на мой взгляд, на это, нужно обратить внимание вам. На мой взгляд. Во-вторых. Вот. Чтобы лучше, конечно, понимать себя. Вот. А не искать, извините, смысл в том, чем человек сам, может быть, не отдает себе от счета. Вот. 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 Ну, все-таки, я думаю, пару слов сказать о лжи можно. Чаще всего, чаще всего, возникает она, когда есть такая, такая, такая потребность в том, чтобы избежать чувства стыда. Чаще всего. Чаще всего. Чаще всего, именно, в этом случае, человек нуждается в том, чтобы в род. Чаще всего, когда есть элемент именно стыда и именно, вот, непринятия. Непринятия, непринятия каких-то, ну, своих, своих переживаний, каких-то своих эмоций, каких-то своих чувств. Вот. И, соответственно, это влечет за собой такой момент, что человеку, человеку нужно врать, чтобы сохранить статус кво, так сказать. Чтобы, ну, чтобы не потерять окончательно свой образ, который, ну, изначально у него есть. И, как правило, это является, ну, таким, достаточно ключевым моментом о том, чтобы врать. Ну, вот, подумайте, пожалуйста, теперь о том, насколько вам это помогло и помогло ли вам это. Вот. Попробуйте себе на этот вопрос ответить. То есть, как, как вам это помогло. Ну, наверное, скорее всего, скорее всего, никак. Так, короче всего, вам это, у вас это, точнее, породило только новые выбросы, вот, только новые какие-то реакции, вот. А, может быть, даже вам захотелось бы и паспорт со мной и сказать, например, ну, например, да, о том, что я не прав. Например. Например. Вот. Сказать о том, что на самом деле все не так, все по-другому. Понимаете? В этом как раз и заключается опасность вот этой ситуации, вот, потому что внимание переключается со себя, вот, на другого человека. Понимаете? Понимаете? Вот. И вы перестаете таким образом двигаться сами к своей цели, цели вы перестаете, ну, вот, двигаться к, тому, чего вам хочется, вот, вы начинаете проживать за другого его жизнь. И это, мне кажется, является проблемой, проблемой довольно существенной, вот. Конечно, это вам решат, как действовать дальше, но я думаю, что, скорее всего, вы оказались в определенный момент, ооо, травмированные, вот. Этой ситуацией, вот, скорее всего, это вытравмирование, и травма, которую вы получили, вам не позволяет вам двигаться дальше. призывает условно, ну условно говоря призывает, а может быть правильнее было бы сказать, полкает вас на то, чтобы пытаться понять человек. Ну, я бы предложил вам всё-таки пригнать, что есть у вас некоторый конфликт внутренний, ну вот. Именно на него, на этот конфликт, вам нужно обратить своё внимание. Чтобы дальше, чтобы дальше, ну, иметь возможность стать свободой. Тем более, что у вас есть ребёнок, и ради ребёнка вам, в том числе ради ребёнка, вам крайне желательно, вот, как-то заботиться о себе. Потому что, если этого не делать, то ребёнок будет чувствовать, скажем так, последствия этого. Вот, если у вас здесь, значит, вы пишите, что не общаетесь с дочерью, нужен ли дочери такой отец, который, как вы пишите, не уважает вас, а вы, на секундочку, мать его ребёнка, он вас не уважает. Поэтому, вполне может быть, что у вас есть некоторые элементы зависимости. Вот, если это так, то с любовной зависимостью можно и нужно работать. Ну, вполне вероятно, именно оно не позволяет вам увидеть человека таким, как он есть и, как бы, как бы, ну, попалкивает вас к тому, чтобы пытаться что-то понять, пытаться что-то узнать, ну вот. Как-то, может быть, себе объяснить, почему мужчина ведёт себя, вот, таким образом, а не другим, как им тогда. Ну, это уже, на мой взгляд, всё зависит от вас. То есть, это зависит от того, как вы относитесь к себе и насколько осознаете те моменты, о которых, например, я пытаюсь вам сказать сейчас. Вот. Вот как-то так. На этом фильм надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответству. Сейчас будут вам начать работу над собой. Не тратьте время на людей ценой своей собственной жизни. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова